друзья всем привет после прошлого зимнего сезона я всерьез задумался о приобретении шуруповерта для бурения льда и в этом году не посчастливилось и все-таки я решил и приобрел данный шуруповерт заказывал я с алиэкспресс как мы любим дешево и сердито как говорится пришел шуруповерт вот в такой вот коробки обычная картонная коробка и сейчас я вам покажу как здесь все было упаковано все довольно просто открываем первым делом встречает нас небольшая инструкция на английском языке здесь у нас представлены небольшие характеристики основные нашего шуруповерта и далее у нас уже вот так вот упакован наш шуруповерт шуруповерт я взял китайский называется он hemerdinger как заверяет производитель это копия на макиту на алиэкспресс существует несколько вариантов комплектации то есть вы можете заказывать выбирая там могут быть и как типа стандартных чемоданчиков с наборами сверл такие скажем вот такие вот бюджетные то есть я не стал переплачивать за пластмассовый чемоданчик и за китайские сверла решил взять по минимуму то есть это шуруповерт здесь мы видим у нас две аккумуляторные батареи зарядное устройство и ручка которая у нас вкручивается вот здесь сбоку вот так выглядит наш шуруповерт давайте коротко пробежимся по техническим характеристикам рабочее напряжение 18 вольт бесщеточный механизм патрон у нас имеет максимальный диаметр 13 миллиметров крутящий момент у нас от 80 до 120 и максимальное количество оборотов 2000 обошелся мне данный комплект в 9 600 решила взять аккумуляторы максимальной емкостью это 9 ампер часов вообще данный шуруповерты комплектуются аккумуляторами с четырьмя ампер часами шестью и как моем случае с девятью почему так решил сделать потому что все таки зиму у нас довольно суровые лед во второй половине зимы уже как правило обычно везде метровый ну и соответственно сами рыбалки тоже бывают довольно прохладные то есть районе 15-20 градусов на морозе и батарея даже если вы будете мало использовать она при отрицательных температурах быстро начинает сама по себе просаживаться тем самым просто разряжаясь поэтому решил взять по максимуму и решил взять почему 9 ампер чтобы не таскать с собой по 2 батареи то есть чтобы была одна дома другую взял на рыбалку и чтоб одной батареи всегда хватало на целую рыбалку что первое бросилось мне в глаза когда его первый раз в руки взял это очень такой увесистый тяжелый я бы так сказал шуруповерт то есть по сравнению с обычными шуруповертами он довольно тяжелый даже несмотря на то что у них конечно аккумуляторы повышенной емкостью соответственно не более тяжелый сам шуруповерт тоже не очень-то и легкий то есть здесь у нас патрон выполнен металлический ну и сам скажем вес где-то вот в районе редуктора надеюсь это конечно хорошо то есть может быть там более такой хороший мощный редуктор который при правильном и должном применении долго прослужит надеюсь на это ну а с аккумулятором он скажем такой становится полностью увесистый применять его в домашних каких-то условиях не совсем будет комфортно то есть если на вытянутой руке пробовать что-то сверлить либо вкручивать но не тот вариант я вам так скажу не для этого явно сделан рука быстро у вас устанет немножечко мне этот момент напрек в начале но после первых рыбалок уже в принципе сразу этот момент у меня отпал на второй план потому что как правило шуруповерт собранном виде вместе со шнеком вы уже переносите двумя руками и зимка бы зимой на улице вы в такой более боевой скажем форме уже двумя руками уже этот вес распределен и так таковой тяжести уже не ощущается поэтому в принципе с этим все нормально а так конечно да на вытянутой руке он ну тяжеловатый по сравнению с обычными шуруповертами сам шуруповерт выполнен довольно неплохо визуально все сделано качественно и аккуратно только вот здесь немножечко есть вот в районе есть вот такая индикация панели заряда батареи немножечко тут ну обработка скажем пластика и резины вот резиновые это черные накладки не самая аккуратная немножечко скажем огорчила меня и сама вот здесь получается вот это индикация на как бы приклеена и вот с одной стороны немножечко нам не отходила вот немножечко вот неприятно но а так в целом да вот если мы рассматриваем вот где-то здесь в верхней части нашего шуруповерта здесь ну как бы никаких вроде претензий нет все четко как надо шуруповерт я уже съездил на две рыбалки проверил протестил и уже вам могу немножко рассказать что первый тест он прошел отлично без проблем справился лед у нас был порядка где-то на первой рыбалке полметра погодка была довольно холодная морозная то есть с утра когда я приехал было в районе 24 градусов потом немножко уже ближе к полудню она поднялась в районе 20 19 градусов но тем не менее погодка была скажем прохладенькая чехла у меня нет использовал его без чехла чехол и пока заказал но еще не пришел ветра не было то есть целый день прорыбачил сколько лунок пробурил сказать точно не могу ну может порядка на 30 лунок шуруповерт справился на отлично все деления после рыбалки также горели три деления то есть показывал что как будто полный заряд 2 рыбалка была немножечко лайтовая потому что погода уже была довольно теплая где-то минус 5 градусов но и также где-то там побурил в районе может 30 40 лунок шуруповерт показал себя с хорошей стороны заряд батареи остался 3 деления и никаких проблем не было будет сверлить на ура махом проходит лунки да понятно сейчас лед в принципе еще легкие то есть во первых он сухой во вторых он еще не толстый самый конечно сложные для него испытания это будет весной когда будет максимальная толщина льда и лед уже будет сырой тогда да тогда конечно будет сильно нагружаться и вот тогда наверно нам и пригодится вся его емкость батареи потому что сейчас пока рано говорить о том что какая батарея лучше пока просто я после первых вот этих двух рыбалок но мне немножко даже показалось что я переборщил с батареями что потому что даже говорю ни одно отделение у меня не упало но вот весной думаю все таки там уже будет картинка более ясная появится то есть будет уже понятно насколько быстро высаживается она будет насколько будет хватать при очень таком сложном льду шнек и адаптер для шнека я приобрел неровский вот такой вот адаптер адаптер взял на подшипники есть еще версия без подшипника ну я решил что подшипник все-таки лучше понадежнее подолговечнее меньше люфтов больше надежность шнек неровский диаметр я взял 110 немножечко был конечно в раздумьях потому что думал он все-таки может взять 130 но в итоге взял 110 что касаемо шуруповерта то все пока нормально время покажет то есть пока какие-то делать выводы наверное рано но первое впечатление у меня сложилось положительное то есть я покупкой полностью доволен посмотрим сколько послужит спасибо всем что смотрели и всем пока до новых встреч